Никогда? Ну тогда слушай внимательно. Мы сюда для того пришли, что рулетка – это блудливое место, садом, чтобы им рассказать о Боге, о вечности. Чтобы жили по-божески, что Иисус Христос родился, распятый был, умер и воскрес. И прося прощения у Него с покаянием придя, мы получаем жизнь вечную. Вот для чего мы здесь находимся. Иисус Христос вернётся? Иисус Христос, Второе Лисо Святой Троицы, Бога-человек. Он взял грехи мира на себя и ответил перед Отцом Небесным. Он вернётся? Вернётся судить этот мир. Об этом говорится, сядет на престоле славы своей. И от лица вернётся? А уже близко, потому что события, какие предсказаны, предшествующие, уже все сбываются. Всё идёт к тому, что будет война, что Москва сгорит. Что люди соберутся на Армагеддон. И будет один царь на всей земле. Со столицей мира в Израиле. Иерусалим. И царствовать будет царь. Это 42 месяца. Всё. Из Христос является. Как только храм построят, евреи, все взгляды теперь туда направляете, к Иерусалиму. События не в Вашингтоне, не в Пекине. Главное, Иерусалим. Это написано. Третий храм, они уже... Да. Они строят третий храм. Абсолютно правильно. Третий храм. И сядет правитель из колена данного. Они ждут Антихриста. Да. Вот это еврейский мышах. Да. Иисус Христос будет с ним бороться. Ну, бороться. Как бороться? Он на облаках этот на земле. И он его говорит словом, уст своих убьёт. У него изо рта показан, как меч, поражающий всё. Дед, я мусульманин. Мусульманин? У вас так написано? Мусульманин. В Коране написано, что Иисус Иса спустит на землю и будет сбиться с Даджалем. Это Антихриста. Да. Вы эту книгу считали? Нет. В эту книгу содержание знаете? Это не книга. А что такое? Это послание. Это послание. Ну, покупаем книгу. Я пришёл, говорю, вот эту книгу продаёте, она продаёт. У нас Библия книга называется. И мы называемся «Люди Писания». Пятая сура, 47-й, 66-й аят говорит об этом. Что Бог дал нам и не жил. Евангелие. И по нему, говорит, живите. Я по нему и живу. Правильно. Бог один. Бог один. Единый в трёх лицах. Вы православные? Да, православные. А мы правоверные. А мы православные, да. А мы правоверные. Мы молимся, знаете, православные. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вот оно, православие в чём. Исповедуем Святую Троицу. Отцово правая. Правая рука. Правоверный. Только правая рука. Прав. У нас написано, на суде Божьем, право, овцы, отойдите в царство вечное. А слева, козлы, идите в огонь вечный. 25-я глава Евангелия от Матфея. Ты хорошо знаешь. Абсолютно знаю. Я уже иду 57 лет с Евангелем в руках. Ну, вот мне одну вещь скажи. Здесь ты кого хочешь просветить? Я не могу сказать кого. Ну, например, вы. Мы с вами поговорили. Вы всё равно запомните что-то. Таких людей у меня здесь, ну, уже примерно 200 человек встретилось. Которые с жаждой, с желанием. А некоторые меня увидели и говорят, а мы вас видели на вашем канале. Интересно. У меня большой канал во свете Библии. Канал в Ютубе. У меня там 18 тысяч 100 роликов. Это хорошее дело, что вы людей призываете к Богу. Вот мусульмане встречаются, а вы свинину едите. Я говорю, мы вообще мясо никакого не едим. Мы не едим никакого мяса. Не потому что греха, а просто воздерживаемся. Мы в рот алкоголя не берём никакого. Наша община. Вы не староверы? Ну, из староверов. Из староверской семьи, но мы официальную церковь признаём. У нас женщины одеты все как хиджаб. Два платка. Ни одной волосинки не видать. Платье до полу. В России всегда были так одеты. Это с Европы пошло, что они сейчас без головного упора. Сейчас почему-то позор головной убор у женщин одевать. Я не знаю, почему. А в России всегда было, что в головном уборе женщины ходили. В деревнях, в городах. Я ещё те времена помню, когда женщины без платка не выходили. Даже русские. А сейчас почему-то это зазорно в платке выйти. Зазорно. Зазорно. Очень красиво. У нас написано, что женщина, молящаяся без покрова на голове, бесчестит свою голову. Бесчестит. А у нас говорят, в комнату, где находится женщина без платка, ангелы никогда не заходят. Ну, у нас про ангела написано, молитва твоя должна идти до ангелов. В общем, поминается ангел как раз. А мужчина должен быть без головного убора. На молитве. Мужчина без головного убора? На молитве. А, нет, у нас в головном уборе, на похоронах, на молитве, в головном уборе. Мужчина должен быть всегда в головном уборе. Нет, это женщина должна быть всегда. У нас по-другому. У нас тюбетейка всегда должна быть. Ну, это ваше право, потому что мы-то христиане. Голова должна быть прикрыта у мужчины. От холода, а на молитве открытое. Потому что у нас, говорит, глава Христос, а Христу глава Бог. Апостол Павел пишет, послание к Коринфянам первое. Понятно. Ну, ладно, дед, пошел я работать. Давайте с Богом. Вот у нас была миссионерская поездка, и мы в Баку ночевали в доме у Муллы. Я все удивляюсь, какие они люди. Образование я еще в жизни не встречал. Он на шести языках разговаривает, а жена на четырех. Два высших образования. Консерваторию закончила жена. У нас дружба большая. А потом помолились, пошли в мечеть. Я в мечети, ну, между двумя намазами было. Я посередине мечети молился, кланялся. Меня окружили, как ваххабиты. Я когда встал с молитвы, в три кольца. А когда стал говорить, они по плечу хлопают и улыбаются. Нас, мы с бородами, нас ваххабитами называли. У меня 38 томов вышло книг. Я решил подарить их. И мы были в Владивостоке, с Барнаула до Лиссабона, Прибалтику, с Кенданявы прошли. Шесть мусульманских республик. На меня вы хотите умереть за Христа? В Чечню не ездите, голову режут. А нас там встретили как родных. Фотографируют. В Чечне, в Чечне. У меня благодарность от Рамзана Ахматовича Кадырова. Я его считаю... Во всей России. Я сам чеченец. Спасибо большое. Мне очень приятно. Ну, мы были везде там. Мы три раза в Мещете были там в Чечне. И нас как там встречали. Узнали, что мы отсюда. В магазин затащили нас. В магазин. Давай такой сырый кусок. Я говорю, ну куда столько-то? Маленько отрежьте. Помидоров дали, лавашу. А мы первый раз их видим. Но мы книги оставили им на 750 евро. Ты церковь видел, которую восстановил Кадыров? Да, видел. Храм, как он там открывает, молится. На берегу какого-то озера. Не озеро? А на берегу Сунжи церковь в Грозном стоит. Да, да, да. Тут показано так много воды там. Я видел его. Я не замечать говорю. Я про Прославный храм говорю. Я про церковь говорю, которую он в Грозном восстановил. Да, да, целый комплекс, там, сооружение, дом для священников. И Рамзан Ахматович открывает его. Хороший человек. Знаете, что он делает? Не знаю, что он там делает. Христианские праздники выгоняет военных, местных жителей, которые, вот, именно православные. Да. Чтобы они чистили кладбище свои. Знаете что? У него звезда героя. Так я, это не все герой. Он внутри себя герой. Он единственный, он единственный в Российской Федерации, который запретил делать аборты. О! Молодец какой. В Тишине нету абортов, нету детских домов и домов престарелых нету вообще. Потому что у нас позор это бросать родителей, бросать детей. Это у нас позором считается. Вот у нас точно так же. У нас ни одной женщины нету, чтобы развод был. Все одеты в платки. Извинения, звоним. Вы зайдите на наш Ютуб. Проповедуя Слово Божие. В этом месте разврата. Мы говорим, что грядет суд Божий за это. Чтобы люди поверили, что Иисус Христос умер за грехи людей и воскрес. И призывает всех к покаянию. А ты покаялся? Я покаялся. А кому надо каяться? Я тоже по этому покаялся. Богу, перед Богом. Только не ругайтесь. Я же не ругаюсь. Я и прошу, не ругайтесь. Мы не ругаемся. Мы люди и культурные. Слава Иисусу Христу. Потому что то, что здесь делается в рулетке, достойно только вечного осуждения. Гиена огненной. А что вы тогда тут делаете, если оно осуждение? Ну, смотрите, это место зачумленное. Блудники, наркоманы, сквернословы. Мы пришли как врачи, свидетельствуем о Боге, чтобы люди знали. Господь говорит, идите и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. И мы пришли до этого, чтобы сказать. А вы, наверное, святой отец какой-то, да? Кто? Наверное, вы, наверное, как батюшка, как святой отец, да, вот это вот? Ну, мы православные христиане. Брат у меня священник. Я чтец. Староста Христовозреженской общины города Барнаула. Ну, ладно, давайте. Удачи вам. Проповедуйте. С Богом. Мы пришли сюда с определенной целью. Сюда пришли, в это место разврата, чтобы людям рассказать о суде Божьем, о любви Божьей, что Иисус Христос умер за грехи наши и воскрес. Отец, постой, постой. Ты мне тоже все говорил. Так, ну, говорите, я молчу. Как вот дела? Кто верит во Христа, жизнь ему поручил. Всегда дела идут вверх. А кто не верит, у них ничего нет настоящего. Все вниз идет. В ад, в гиену огненную. Я верю. Ну, верить надо ходить в храм, исповедоваться, причащаться. Каждое воскресенье хожу. Прекрасно. Тут редко встретишь, чтобы так был одет и под горло, чтобы не распущено был. Мне очень нравится это. Но бороду брить не надо. Вы видите, Христос с бородой был, апостолы, пророки. А это подкаблучники бритые. Жены там командуют. Это власть твоя. Ты должен держаться. Я ожидала здесь увидеть, но не это. Вот у нас есть большой YouTube-канал. Можете зайти. Во свете Библии, Игнатий Лапкин. Название канала. А язычникам туда можно заходить? Что? А язычникам туда можно заходить? Можно. Любой может заходить. Язычники – это первобытная вера. Они верят в солнце, луна, всякая глупость. Творца надо верить, кто сотворил это. А это мертвая природа. Человек выше любой кошки. Было бы во что верить. Но все же как бы... Да. Господь пришел и разрушил все капища. Чтобы люди верили в Бога, в радостную весть. Но без природы мы же тоже не можем выжить. Может, кто придет добровольно. Нет, я имела в виду то, что, например, без деревьев мы бы не могли дышать. Ну, правильно. Правильно. Но мы должны Бога прославить за это. Последний 150-й псалом говорит. И хвалят Господа дерева плодоносные. Хвалят Господа кедры ливанские. Да хвалят у Бога травы, там, животные. Бога хвалят. Вся природа и человек, как венец творения. Он славит Бога. Но не твари же поклоняться. Вот это смешно. У всех начало есть от Бога. Он сотворил мир. Он достоин этой хвалы. Он сотворил мир.